Дорогие братья и сестры, мое послание называется «Одна плоть» и обращено к тем, кто не относится легкомысленно к семейной жизни, а желает построить счастливый брак. Цель, поставленная Творцом для мужчины и женщины, прийти в процессе семейной жизни к полному единству, так что их уже не двое, но одна плоть. У них не только на двоих один бюджет, одна крыша над головой, одна кровать для двоих, общие дети, но и общие интересы, общие цели, общие планы и общие ценности, без которых брак вряд ли станет счастливым. Кому-то повезло, и многое из вышеперечисленного у них уже есть, так как при выборе партнера они общались, присматривались, молились, получили откровения и нашли родственную душу. Но кто-то должен много потрудиться, чтобы устранить разногласия и прийти к общим ценностям. Итак, после заключения завета начинается познание друг друга. Именно с этого началась и первая семья. Адам познал Еву, жену свою. Как правило, слово «познал» у нас ассоциируется с сексом. Однако это слово имеет более широкое значение. Если открыть словарь, то можно увидеть, что значение слова «познать» включает в себя понять, разобраться, разгадать, уяснить, выяснить и, наконец, овладеть. Когда в Библии речь идет не о завете между супругами, то написано «и лежал с ней». Но когда речь идет о заключении завета, в Писании используется слово «познал». В книге «Царство» описана история, когда сын Давида Амнон силой овладел своей сестрой Фомарью. О нем написано «он не хотел слушать слов ее, и преодолел ее, и изнасиловал ее, и лежал с ней». После заключения завета следует процесс познания друг друга, а после неузаконенного заветом секса могут возникнуть самые неожиданные эмоции, вплоть до ненависти. Божественный порядок предполагает, что сначала люди заключают завет, а затем начинается процесс познания. Во время заключения завета происходит духовный акт сочетания. Господь на основании взаимных обещаний соединяет мужчину и женщину на уровне духа, как написано «сотворивший вначале мужчину и женщину сотворил их». После начинается процесс познания на уровне души и плоти. Завет – это фундамент для познания. Именно во время заключения завета происходит акт бракосочетания. Давая осознанное обещание перед Богом и перед людьми любить и быть верными друг другу до смерти, мужчина и женщина берут на себя обязательства, которые слышат люди, Бог и даже дьявол. Секс до брака является нарушением божественного порядка, и этот грех называется блуд. Еще более тяжким грехом является прелюбодеяние, это измена, поскольку человек нарушает завет, данный перед Богом. Библия говорит, брак у всех да будет честен, и ложе непорочно, блудников же и прелюбодеев судит Бог. Божья заповедь гласит, не прелюбодействуй, Бог дал человеку закон, нарушая который он попадает под проклятие, и наоборот, исполнение закона, то есть соблюдение супружеской верности, приносит благословение. Процесс познания можно сравнить с прочтением книги. Настольной книгой для каждого христианина является Библия, и чем больше мы ее изучаем, тем больше познаем Бога. Обетование, здоровье, радости, процветание, вечной жизни приходят в процессе изучения Писания. Также можно познавать человека, живя в браке, каждый день изучать привычки, предпочтения своего партнера, узнавать, что ему больше нравится, а что наоборот его раздражает. В процессе познания ключевую роль играет общение. Бог создал человека для общения. Прежде всего, Творец хотел, чтобы человек общался с ним, а также, чтобы люди общались между собой. Поэтому, наблюдая, как болезненно Адам переносит одиночество, Бог создал ему спутницу для совместной жизни, говоря, «Нехорошо быть человеку одному, сотворим ему помощника, соответственного ему». Ни один человек на этой земле не может чувствовать себя комфортно в одиночестве. Бог сказал, что человеку плохо, когда он один. Общение с Богом делает нас духовными людьми, а общение с людьми формирует нашу душу. На душевном уровне в общении формируется воля, эмоции, приобретаются знания и опыт. Библия говорит, железо железо острит. Через общение муж и жена выясняют, что их разделяет, а что их объединяет. На начальном пути семейной жизни у мужа и жены могут быть разные взгляды на жизнь, на служение, на финансы, на труд. Но в процессе семейной жизни важно привести все в единство. Конечно, отказаться от своих взглядов даже ради счастливой семейной жизни непросто. И требует это от человека большого смирения. Поэтому легче подчиняться не мужу или жене, а Слову Божьему, которое является авторитетом для всех христиан. И из-за этого христианские семьи реже распадаются. Гордость, это нежелание подчиниться Слову Божьему является причиной развода. А разрушенный брак приносит не только проблемы моральные, но, как говорит Слово Божье, и духовные, так как разрушает сочетание, совершенное Богом. Поэтому написано, никто не поступай вероломно против своей жены, берегите дух ваш. Состояние семьи влияет на духовность человека. Поэтому нельзя иметь нормальное отношение с Богом, если у вас ненормальное отношение в семье. Из-за чего могут возникнуть препятствия в молитве. Апостол Петр пишет. В Библии также говорится, пойдут ли двое вместе, не сговорившись между собой. Пути Лота и Авраама однажды разошлись. Хотя Авраам был благословением для Лота, но они разделились и каждый пошел своей дорогой. Это произошло потому, что у них были разные ценности в жизни. Авраам шел за призванием, ну а Лот за комфортом. Пути Елисея и Геезия также разошлись из-за разных ценностей. Елисей ревновал о помазании, а Геезий стремился к богатству. И как только перед ним возникла возможность получить деньги, не затрачивая на них большого труда, он сразу же забыл о своей цели следования за Елисеем. Нам необходимо много общаться, больше проводить времени друг с другом, чтобы у нас формировались общие ценности. Если же у нас разные ценности, то будет трудно достичь единства. Итак, достижение единства требует от обоих супругов готовности меняться. Другими словами, вступая в брак, супруги должны быть готовы к изменениям своих привычек, ценностей, характера, принципов. Со словами, воспринимайте меня таким, как я есть, придется расстаться. Однажды к Иисусу пришли фарисеи и задали ему вопрос о разводе. И приступили к нему фарисеи, искушая, говорили, по всякой ли причине позволительно человеку разводиться с женой своей. Он сказал им в ответ, не читали ли вы, что сотворивший мужчину, женщину, вначале сотворил их. И сказал, посему оставит человек отца и мать, прилепится к жене своей, и будут двое одной плотью. Так что они уже не двое, но одна плоть. И так, что Бог сочетал, того человек да не разлучает. Они говорят ему, как же Моисей заповедал давать разводное письмо и разводиться с нею. Он говорит им, Моисей, по жестокосердию вашему позволил вам разводиться с женами вашими, а вначале не было так. Все семейные проблемы исходят из жестокого сердца. Жестокое сердце, это сердце, не способное к изменениям. Человек с мягким сердцем способен преображаться в образ Христов. Но человек жестокосердый, даже не видит нужды в изменениях ради будущего и счастья. Он говорит, или будет так, как я сказал, или развод. Вот почему Господь говорит, жестоковыенные люди с необрезанным сердцем и ушами, вы всегда противились Духу Святому, как отцы ваши, так и вы. Если вы человек шестоковыенный и не способны к изменениям, вы не сможете исполнить Божье повеление относительно брака. И прилепиться к жене своей, и будут двое одной плотью. Так что они уже не двое, но одна плоть. Чтобы прилепиться в характере, нужно многое изменить. Это похоже на камень, который каменетес, прежде чем положить в кладку, должен хорошо отесать, чтобы он подошел под тот, который там уже лежит. Именно через способность меняться, супруги будут становиться ближе друг к другу с каждым днем. Иногда я слышу, как женщина говорит, ой, пусть муж меняется, со мной все в порядке. Муж говорит, пусть жена меняется, пусть учится прощать. Жестокосердные люди не способны к изменениям. Поэтому Бог посмотрел на их жестокие сердца и разрешил Моисею давать разводные письма. Хотя это не первоначальный Божий план. Если вы хотите иметь счастливую, крепкую семью, вам изначально придется настроиться на изменения ради будущего семьи. Человек, который не желает работать над собой, пытается обвинить в своих неудачах супруга. И так, кстати, было, начиная от Эдемского сада. Адам обвинил Еву и Бога, который ее дал, а Ева переложила всю ответственность на змея. И возвал Господь Бог к Адаму и сказал, где ты? Он сказал, голос твой услышал в раю и убоялся, потому что я нах и скрылся. И сказал, Господь Бог, кто сказал тебе, что ты нах, не ел ли ты с дерева, о котором я запретил тебе есть? Адам сказал, жена, которую ты дал мне, она дала мне от дерева, и я ел. И сказал Господь Бог жене, что ты сделала? Жена сказала, а змей обольстил меня, и я ела. В наше время ничего не изменилось. Человеку свойственно перекладывать вину, ответственность на другого. Библия говорит, что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь. Как пастору мне часто приходится выслушивать жалобы жен на своих мужей, наоборот. Мужья приходят ко мне и начинают во всем обвинять своих жен. Так происходит, потому что люди ищут проблему в ближнем, но не желают посмотреть в свое сердце. Прежде чем решить любую проблему, нам следует обратить внимание на свое сердце. В нем должны быть правильные ценности. И если каждый человек примет решение насаждать в своем сердце правильные ценности, то неразрешимых проблем в семьях не будет. Я благословляю вас, чтобы ваши семьи были здоровыми и крепкими. О том, как насадить правильные ценности в своем сердце, я расскажу в следующей программе. Аминь.